доброе утро всем это видео идет не прямом эфире а в записи потому что зона а сожалению здесь очень плохая связь мобильная как бы интернет ужасный прямые эфиры мы пытались провести и как бы каждый буквально там полминуты фейсбук кричал что попытка переподключения плохая связь мы промучились там полторы две минуты поняли что это так не пойдет поэтому мы записываем это как просто обычное видео так после вчерашнего эфира вечернего новостного ночь к сожалению прошла тихо у наших команд и рыбы дополнительной не было именно ночью последняя рыба была взята вечером в нашей зоне c мы встали опять же ну мы стали чуть позже сегодня потому что разрешение на вход в в зоны идет с 8 утра и смысла быть здесь 6 никакого нет поэтому сильно не напрягались стали пол шестого точнее в пол седьмого а не в пол шестого есть такая тут традиция которую олег завел еще с тренировки по дороге на водоем есть заправка на ней есть естественно небольшое магазинчик и кафе там делают очень вкусный кофе плюс там есть всякие сдоба всякие пирожки пироги и ребята как бы завели такую традицию обязательно по дороге заехать в этот эту заправку взять по чащике кофе как бы это чисто вот такой вот как талисман на дорожку сегодня с 10 до 12 часов дня разрешен донос прикормки вчера как бы приготовили все что нужно для ребят то что кому чего не хватает из того что оставалось дома все это было загружено в машину вот помощники как бы и тренера все кто на свободен помогли это дотащить до секторов ну просто чисто чтобы для понимания мы сейчас находимся 11 стоянка машин в этой зоне находится естественно дальше чем сектор а1 и учитывая что в среднем сектор ширина плюс-минус 40 метров и между некоторыми секторами есть такие же 40 метров расстояние ну посчитайте 11 на 80 где-то около километра это вот пешочком идти в этот вот машин сюда ведрышки были страшно тяжелые то есть как бы пришлось сделать кучу остановок чтобы дотащить это все сюда кроме всего нами было произведенами тренером была произведена замена замена в зоне c секторе нашем c30 c23 си 23 господи я уже заговариваюсь замена была заменен был антон хохлов вместо него вышел кости херсонский антона олег уже отвез в дом для того чтобы антон помылся побрился и отдохнул вот потом как бы это по моему привезет сюда в качестве помощника и было решено что я так как я не был в зоне а то в этот день я буду здесь по возможности поснимаю фото я уже поснимал я уже загрузил на фейсбук но на форуме отсюда загружать не могу понимаете даже фотографии отсюда загружать это нужно потратить минут 15 чтобы загрузить 45 фотографий маленький поэтому эта проблема когда это видео попадет на фейсбуке тоже не знаю я попытаюсь поставить его загрузку а сколько времени займет загрузка неизвестно вот дальнейшие планы у нас такие да я вчера говорил о том что по поводу третьей машины даже сейчас две машины как бы и при после финала соревнований будет проблема потому что двумя машинами загружать и команды учитывая что пускают их по очереди в зоны это будет сложно и к моему счастью вчера там в районе нашего кафетерия была ливия жена хозяина магазина который нам давал кемпинг и помогала во всем я и закинул идею о том что чтобы ей не заморачиваться не приезжать специально сюда после окончания соревнований чтобы загружать то что мы должны вернуть чтобы они просто опять же дали нам машину как это было в первый день и мы сами за них все это сделаем все им загрузим она посовещалась можем муж согласился в итоге машина уже стоит возле нашего дома то есть загружать сможем три машины мы тремя машинами вывезем все к дому и потом перри перегрузимся то есть в ее машину мы загрузим все то что мы брали у них то есть палатки кровати кресла столы вот так же мы решили что все что у нас остается неиспользованное то что мы не собираемся забирать с собой в израиль мы просто отдадим ей нам она не нужно а именно и а ей это может пригодиться может быть тоже они будут кому-то давать в аренду те же маленькие стульчики и даже те же вейдерсы ребята с собой брать в израиль не хотят вот поэтому можем их отдать и прикормка останется в общем короче будет у них что то может они дошло смогут продать учитывая как они нам помогали я думаю там это стоит того вот сейчас вам просто пару минут переключу камеру покажу как бы как вот мимо нас проезжают судьи вот они как бы не так как увидят они что мы не побежали их встречать они понимают что взвешивать у нас нечего поэтому не поехали дальше может дальше будет какая-то рыба вот а я сейчас просто покажу как выглядит этот сектор шикар шикарный с точки зрения логистики по мне например потому что сейчас покажу сейчас развернусь вот это наш сектор 11 шикарный орех пекан рядом с ними то есть тенечек вот флаг компании катран который мы выносим огромное благодарна за помощь которые нам оказали вот наш главный тренер ведет беседы с командой обсуждают тактику стратегию получилось так что здесь помост который мы поставили как некоторые поставила команда он не сильно им помогает потому что очень крутой склон и все равно при попытке забросить у вас грузило ложится сзади на землю а это неудобно надо вкопать траншею надо выкопать здесь глубину наверно метра полтора я не думаю что есть в этом смысл ребята как бы нам присобачились бросать со склона нормально насколько мы понимаем как бы что здесь есть нужен дальний заброс но не настолько дальний чтобы вот все вот это делать рядом вот тоже сектор он прямо прямо в деревьях с туалетом рядом дальше там сектор украинский огромное количество зрителей находится там которые пытаются выведут секреты а что же делает украинская сборная почему и так везет вот тоже сектора и вот этой дорожке если эти пешком тут это через полтора километра будет начнется зона помню я вчера говорил о том что зона а переходит зону б фактически без перерыва что является нарушением правил фипс как на наш взгляд все-таки должен быть промежуток между зонами они должны смыкаться это не видение кинерет вот ну короче короче вот такая фигня сейчас я не буду мешать спортсменам пусть они как бы пока обсуждают все дела то что надо вообще прикольно я смотрю на вот эти жилетки я не знаю кто выбирал фонд для них на такое ощущение что это курица лапой царапала просто какой-то дикий некрасивый фонд плохо виден это я просто прибираюсь после я привык ко всему красивому берег молчит да принципе я понял что почти все у всех команды очень мало поклевок очень мало рыбы там одна там одна то есть как основную массу рыбы взяли либо вчера вечером либо команды взяли ночью либо вот с утра все участка бы опять все затихло шикарный водоем просто просто сердце радуется глядеть на вот это вот здесь есть поплавком ой какой кайф был бы да вот тростник о видели выход рыбы я видел выход рыбы на расстоянии метров наверно 70 не знаю что за рыба прыгала может быть и карп вот такие огромные орехи я думал что таки да пекан вот если это пекан вот бы отсюда пару веточек для моих шушилок привести любит они погрызть вот ну все как бы это такая короткая политинформация нет никаких больше у нас изменений в три часа дня должен быть брифинг капитанов еще до него четыре часа почти я не уверен что я туда поеду потому что основные вопросы претензии жалобы были выдвинуты вчера на вчерашнем брифинге так что сегодня вряд ли будет что-то очень интересное я говорил вчерашнем эфире вечернем что сегодня роб хочет поговорить о будущем карпишинга но я думаю все решения будут в итоге где-то опубликованы учитывая то что от нашего голоса мало что зависит как бы не знаю специально туда ехать тратить время потратить как минимум по-любому часа полтора два туда попасть туда вернуться не знаю тут ребята сказали что вроде как украинская сборная собирается ехать поэтому может быть я упаду на хвост и попрошу как бы трэмп чтобы они меня подбросили туда и потом вернули обратно все на этом пока видео мы прекращаем спасибо а